Добрый день! Меня зовут Аля, я мама льва, а точнее даже двух, моего сына льва и багетной мастерской золотой лев. Нетрудно догадаться, что второй лев был назван в честь первого. Ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на наш канал. В будущем я расскажу вам много интересного, буду делиться нашими секретами, делать обзоры и просто вести наш влог. Итак, сегодня я хочу вам рассказать историю одной метрики. Смотрите до конца и вы увидите результат. Но будьте осторожны, будут вышивальные триггеры. Итак, я знаю, как вышивающица относится к своим работам. Каждая пылинка, седенный крестик – это боль. Я знаю это потому, что вышиваю сама. Ну и, соответственно, много работаю с вышивкой. Эта история не пылинки. И несъеденного крестика. Это настоящая жесть. Итак, давайте по порядку. Пару недель назад к нам обратилась девушка. Ее зовут Юля. Мама замечательной малышки Виктории. Обратилась с просьбой переделать ее метрику. Вика бежала, осик махнула, задела раму, и рама раскололась. Юля прислала мне фотографию своей работы. Вот она, вы сейчас ее видите на ваших экранах. Поломалась рама. Естественно, такую раму починить уже мы не могли. Это самый обычный пластик. Он раскололся. Ну и, в принципе, странно то, что для метрики, нежной, красивой, вот такой вот метрики, подобрали черный прямой багет, который совершенно к ней не подходит. Ну, это уже, может быть, было желание клиента. Эту метрику Юле подарили. Подарила крестная, и, конечно, им было жалко ее выбрасывать, жалко оставлять в таком виде. Они хотели ее починить. Юля не готова была сильно тратиться на оформление этой метрики. Определила бюджет. Я поняла, что мы в него легко впишемся. И мы решили делать. Но возникла проблема. Юле неудобно было ехать с маленьким ребенком к нам в мастерскую. Мы стали искать варианты, и стало понятно, что мне удобно заехать и забрать эту метрику самой у них, потому что мы недалеко живем, как уяснилось. Через несколько дней я ехала с работы, заехала к Юле, забрала у нее метрику, и на следующий день привезла для подбора в нашу приемку. Кстати, у нас открылась новая приемка около метро Раменки, буквально в трех минутах от метро. Я сейчас нахожусь именно здесь. Сюда я и привезла работу. Для начала мне нужно было освободить ее от рамы, что возникли определенные трудности даже на этом этапе, потому что, как выяснилось, она была не просто туда плотно вставлена, она была приклеена. Я вытащила работу и увидела там нечто ужасное. Сколько я работаю, такой я видела первый раз. Вышивка милая, уникальная метрика, варварским способом была просто посажена на клей. Мало того, что она была натянута криво, там вот сейчас вы видите изображение у себя на экранах. По периметру идут сердечки вышитые, и из-за кривой натяжки было сразу видно, что эти сердечки ушли в кривь и в кость. Так еще и она была залита клеем и закрыта сзади картонкой, я так понимаю, что это кусочек паспарту, который просто сзади приклеили. Но делать было нечего. Разобрать, получится или нет, было непонятно. Это должно было посмотреть мастер уже на месте. Но, в принципе, Юля не планировала ее перетягивать, потому что она хотела максимально бюджетно оформить ее. И мы стали подбирать посредством сообщений, переписки в WhatsApp. Буквально за несколько часов стало понятно, что Юля хочет видеть, и что подойдет к работе. Мне Юля даже отправила фотографии интерьера, и я вам показываю разрешение хозяйки. Хотелось не просто гармонично оформить саму метрику, но и чтобы она вписалась в интерьер. В принципе, цвет рамы не должен сочетаться с мебелью, но желание цвета – это закон. И мы искали вариант, который подойдет и для работы, и будет хорошо сочетаться со всем, что уже есть. Вот несколько вариантов подбора. Сейчас вы видите их на экране. Было очень много. Я не буду показывать вам все. Мы остановились на этом. Светлые оттенки в паспарту подчеркивают нежность этой работы, а цвет багета, цвет темного дерева, перекликается с коричневыми нитками на вышивке, и в то же самое время отлично впишется в интерьер. Прямой профиль багета – это то, что нам было нужно в современном стиле, но легкая текстура, оживляет, оформляет, добавляет объем. Мы согласовались с Юлей выбранный вариант, определили, нравится, сколько воздуха оставить, часть паспарту, какие будут крепления, и отправили вышивку в работу, то есть в мастерскую. Когда работа попала в руки нашего мастера, он, конечно, тоже удивился тому, что он увидел, посмотрел то, что мы выбрали для оформления, и позвонил мне, и еще раз сделал акцент на том, что все-таки вышивка очень криво натянута, и при оформлении с паспарту это будет сильно заметно, даже несмотря на то, что мы оставили между сердечками и паспарту воздух. И предложил в подарок клиенту переоформить вышивку полностью, то есть разобрать то, что там было наклеено, перетянуть вышивку заново, и оформить ее уже как положено. Я набрала, в свою очередь, Юли, она согласилась, конечно, и с ее разрешением мы стали отклеивать весь этот бутерброд. В процессе я попросила мастера, чтобы он мне все это фотографировал, отправлял мне фотографии, слабонервные лучше не смотреть. Фотографии вы видите на своих экранах, видно, какое количество клея туда налили, зачем-то обрезали по углам канву, может быть, чтобы она не торчала, просто ножницами вырезали куски, ниточками это дело затянули. Мастеру удалось все это разобрать. Конечно, следы от клея остались на вышивке, от этого уже было никуда не деться. Обрезать, естественно, мы ничего не стали, мы никогда не обрезаем вышивку. Далее мастер подготовил для нее основу, на вспененный скотч я натянул, как всегда, нашим способом. Сейчас вы видите на своих экранах процесс уже оформления мастером. Сердечки все выстроились в один ряд, натяжка стала ровной, паспарту, рама, завершенное оформление. Работа уже на этом этапе засияла. Но это было еще не все. В самом начале подбора мы с Юлей решили, что хотим, чтобы была небольшая дорисовка. Юля посмотрела наши работы в Инстаграме. Мне очень понравилось оформление метрик. Я сама нежно люблю метрики, потому что это каждая работа уникальная. И хочется ее максимально дополнить и сделать ее просто неповторимой. Здесь уже работал наш художник. И была сделана вот такая легкая дорисовочка. И вот так наша работа выглядела в итоге. Обошлась она для Юли совершенно недорого. Не обязательно платить много, чтобы получить в итоге уникальную, качественную работу. Чтобы немного удешевить, мы использовали обычное художественное стекло. Картон паспарту тоже простой, не дизайнерская. И пластиковый багет. И в завершении я, конечно, покажу вам работу, которая у нас получилась. Она вышла достаточно большой за счет того, что мы добавили паспарту. Сохранили воздух на конве. Сейчас покажу вам издалека. Она выглядит вот так. Художник сделал дорисовку с двух сторон. Вот такие милые шарики, которые сочетаются непосредственно с самой работой. С шариками, которые вы здесь на коляске. Все наши сердечки теперь ровненько идут вдоль паспарту. Абсолютно параллельно. Натяжка идеальная. Юля тоже уже видела работу. Я отправляла ей фотографию. Ей очень нравится. Она ее очень ждет. Сегодня я как раз ее и отвезу. И хотелось бы вам сказать, дорогие вышивасицы. Когда вы приносите свою драгоценную работу на оформление, не бойтесь задать вопросы, спросить, как будет натянута работа, какие материалы будут использованы. Это поможет вам избежать сотрудничества с недобросовестными багетчиками, которые вот так вот заливают работу клеем. и оформить работу достойно. На сегодня все. С вами была Мама Льва. Пишите комментарии. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok